Девушки отдыхают О них и не только расскажет Евгения Присяжная. Под куполом крыши на втором ярусе смогут разместиться до 600 зрителей. Площадь застройки сооружения занимает порядка 9 тысяч квадратных метров. Федерация водных видов спорта Республики Казахстан проводит неустанную консультацию руководства строительных организаций на всех этапах возведения объекта. На сегодняшний день процент готовности данного объекта по строительной части, можно сказать, уже 95%. И сейчас идет в основном внутренняя отделка, вот вы как видите, и наружная отделка. Данный объект строится в рамках государственного частного партнерства. Общая сумма проекта ориентирована на больше 11 миллиардов тенге. По нормативным срокам строительства данный объект должен закончиться в январе-феврале 2021 года. Но по темпам строительных объемов вы видите, что он скорее всего в конце лета уже объект будет сдан в эксплуатацию. Другой строительный объект, ожидающий своего открытия в текущем году, студенческое общежитие на 288 мест в микрорайоне Каратал. Здание построено с применением современных строительных и отделочных материалов. Строительство уже завершено, осталось благоустройство территории. Сдача объекта запланирована на вторую декаду мая. Работа сейчас на этапе завершения, выполнено 80% работ. Внутреннее здание готово на 100%. Завезена мебель, учебные кабинеты оборудованы, внутреннее здание все готово. Ежегодный активный демографический прирост и ликвидация трехсменного обучения активизировали в области региональную программу строительства школ. Нынешний год особый по масштабу. 23 объекта. Общее финансирование порядка 42 миллиардов тенге. Еще одной визитной карточкой областного центра станет и новый парк. Реконструкция его практически завершена. В парке коммунальник по просьбе горожан максимально сохранен, а по плану реконструкции значительно увеличен, фонд зеленых насаждений. На обновленной территории зоны отдыха предусмотрены поливочная система, пешеходные дорожки, скамейки, торшерные светильники, художественно-декоративные элементы, кольцевая велодорожка. По данному парку выделены финансовые средства в сумме 174,8 миллионов тенге. На следующий день 152 миллиона из них уже освоены. Все работы выполняются согласно графику производства работы. Думаем, уже 20 мая текущего года мы сдадим этот парк в эксплуатацию. Режим чрезвычайного положения в стране не оказал ощутимого влияния на строительную отрасль в Алматинской области. Ответственные лица заявляют, что все объекты будут сданы в восстановленные сроки. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, Ирлана Замбай, Телеканал ЖТСУ. Продолжаем выпуск. Аграрии Раимбекского района завершают пассивные работы в намеченные сроки. Этому поспособствовали благоприятная погода и поддержка государства. В текущем сезоне крестьяне освоили и отвели более 10 тысяч гектаров земель под зерновые культуры. В целом, как складывается деятельность сельского хозяйства в Раимбекском районе, в условиях чрезвычайного положения смотрите в следующем сюжете. Пассивная компания крестьянского хозяйства «Ренат» села Нарнколь уже на финишной прямой. 80% работ завершены, освоено порядка 400 гектаров. Приступили аграрии к строительству собственного мукомольного завода. С его открытием отпадет необходимость возить урожай на мельницы в Алматы. Несмотря на режим ЧП, весенние работы в хозяйстве идут по плану. В крестьянском хозяйстве «Ренат» из 400 гектаров, 300 отведено под пшеницу. На 50 засеяли ячмень, 20 отвели под картофель. Также в качестве эксперимента засеяли 10 гектаров гречневой крупы. Если урожай новой продукции будет богатым и качественным, то будем увеличивать посевные площади. Особое внимание в районе и животноводству. Поголовье овец крестьянского хозяйства «Декан» под чутким руководством Фариды Исламовой с каждым годом растет. Помогает ей в нелегком деле вся семья. Главное делиться секретом успеха женщина – любить свое дело и работать не покладая рук. Благо, что сегодня для животноводов созданы все условия. В этом году погода более благоприятная, чем в прошлом. Поэтому период окота прошел гладко. Поголовье увеличилось на 280 овец. Сейчас наблюдаем за каждым ягненком отдельно. Весна в живописном районбекском районе наступила ранее. Поэтому посевная кампания стартовала раньше обычного. Завершить ее крестьяне планируют уже до 10 мая. Засеяно более 10 тысяч гектаров зерновых культур. Сейчас работы сделаны на 80%. К 5 мая завершим полностью посевную кампанию. Несмотря на сложный для всей страны период, сельское хозяйство районбекского района процветает. В этом году сразу на 350 гектаров увеличили посевные площади. Увеличилось и общее поголовье скота. Словом, оснований для срывов нет. Помогает все работы вести по графику и созданный по распоряжению Акимобласти специально для крестьян зеленый коридор на блокпостах. Елеман Рамбеков, Курмажан Касымжанула, Аманжал Жункишев, телеканал Житсу. Новые проблемы, новый подход. Особые дети Каратальского района могут продолжить лечение с помощью специалистов отдела занятости и координации социальных программ в онлайн режиме. Теперь получать столь необходимые курсы можно дистанционно, не выходя из дома. Насколько они эффективны, узнавал Дамир Анитов. У семилетней жительницы города Уштобе Алины Резабек аутизм. Болезнь проявила себя рано. И два девочки исполнился год, рассказывает мама Бакаткуль. Ежедневно она водила ее в реабилитационный центр в райцентре. Однако на фоне сложившейся ситуации и карантинных мер центр закрылся. Однако работать не перестал. Врачи сказали, что наш ребенок родился с рожденным аутизмом. Мы не хотели этому верить, потому что в первый год она вела себя, как и все дети. Однако, как бы то ни было, теперь мы учимся жить с ее особенностью. Я водила ее в реабилитационный центр, чтобы опытные специалисты помогли моей девочке. Теперь занимаемся сами, получаем уроки онлайн. Не все получается сразу, но специалисты помогают, отвечают на наши вопросы. На сегодняшний день в реабилитационном центре числятся 57 особенных детей. Им от полутора до 18 лет. Дополнительно к общению с родителями и детьми онлайн специалисты посредством социальных сетей высылают 7 видеокурсы. В это непростое время хотели мы поддержать и продолжить наше взаимодействие. И вместе с управлением мы, долго обдумывая, пришли к такому решению, чтобы разработать рекомендации и занятия в предоставлении услуг в онлайн-режиме, но чтобы они были доступны в проведении домашних условий. Вообще наш центр предоставляет 8 видов специальных социальных услуг. И главная наша цель – это социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями в общество. Нашими специалистами по социальной работе разрабатываются занятия индивидуальные для каждого ребенка с учетом их возраста, с учетом их диагноза. Всего в Каратальском районе есть 5 реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. В них получают лечение около 400 детей. И до окончания карантина ребята не должны растерять навыков, говорят специалисты. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова